Как в муниципалитетах реализуют программу переселения из ветхого жилья, обсудили в среду в региональном правительстве. Президентская программа действует на территории региона уже не первый год. Но вот темпы оставляют желать лучшего. Прежде всего губернатор напомнил подчиненным уложиться в срок – дело чести. Я тоже самое обращаю внимание и руководителей правительств, руководителей департаментов и глав муниципальных образований о том, что это ваша абсолютная личная персональная ответственность. В каждом муниципалитете своя история переселения. В Приволжске из шести запланированных два дома введены в эксплуатацию. Степень готовности оставшихся четырех – от 60 до 90%. Сейчас погода позволяет, приступает к фасадным работам и к инженерным сетям внутренним. Видим, что до 1 июля все строительно-монтажные работы и технологическое присоединение будет выполнено. В Савине фирма-подрядчик приступила к работе не так давно. На сегодняшний день только завершают устройство фундамента. Отставание от графика – порядка двух недель. Подрядчика потребовали максимально усилиться. Прямо сегодня. Я уже вижу, что с сегодняшнего дня они уже привлекают дополнительные ресурсы. Мы видим, кто это. Будем держать это на ежедневном контроле. Планируем вводить объект в августе месяце. Кроме временных критериев, есть еще качественные. То, что в построенных для переселенцев домах обнаруживаются недочеты – не новость. Так, например, было в Наволоках, где в построенном доме этажность не соответствует норме. Требует от нас и прокуратура, и суд третий этаж снести. В итоге, значит, всякие кары на нашу голову предрекают. Ну вот по нам, по нашему дому, чтобы его… Мы все же добились того, что есть проект, чтобы не сносить третий этаж, а перевести его как в этаж технический. Ну, шесть квартир надо выселять, и, соответственно, миллион восемьсот еще потратить на эту реконструкцию. О проблеме шуйских переселенцев в эфире нашего телеканала мы уже рассказывали. Люди жаловались нам на то, что для переезда в новое жилье должны выплатить разницу между стоимостью своих квартир и новых, предлагаемых взамен. Это свыше четырехсот тысяч семьи. Стоимость квадратного метра в новостройке для переселенцев на окраине Шуи оценена в 35 тысяч рублей. У собственников ветхого жилья возможности платить нет. А вот как в отчете перед губернатором представил ситуацию глава городского округа. На сегодняшний момент у нас собственники отказываются переезжать в этот дом. Причина заключается в том, что они не хотят доплачивать до цены покупки. В соответствии с решением Думы у нас им предоставляется пятилетняя рассрочка беспроцентная, но жители хотят, чтобы им эти квартиры полностью подарили. На заседании Шуйской городской дома будет решаться вопрос, помочь ли собственникам из местного бюджета. Но конкретики нет. Как ни удивительно, сегодня самая сложная получается ситуация с этой программой у тебя. Потому что по-другим у меня хоть какая-то ясность есть, да? А по тебе ясности никакой нет. Есть ли Дума, есть ли тут, есть ли там, а есть ли нет? Если нет, значит мы выходим в суды жителей. Сергеич, я тебя предупреждаю, персональный ответ за эту программу. Не вздуми ничего придумать, почему ее сделать нельзя. 2017 год завершения программы. Расставит все по местам. Ивановская область, мягко говоря, не в числе передовиков. Сегодня в отчетах Государственного Совета Ивановская область как бы в зоне регионов, у которых есть риски не выполнить программу. Но я предупреждаю вас, риски есть. Понятно, что мы в реальности работаем. Но вещь эта совершенно недопустимая. Успеть за три месяца реально или нет? У муниципалитетов нет даже времени думать об этом. По словам губернатора, за исполнение программы ответственные лица ответят головой. Фигурально. Наталья Гутарина, Андрей Семиволков, РТВ Иваново. Ведется процедура заключения договора.